добрый день дорогие друзья с вами капля и мы говорим о свободе сегодня я хотел бы затронуть очень такой тонкий вопросик это свобода и ответственность мы свободны поступать так мы считаем правильным однако живя в мире и живя в церкви мы находимся все же в окружении и под давлением определенных правил законов которые скорее всего не все но некоторые точно не особо лягут нам на сердце поэтому мы будем их нарушать я могу привести пример тех вещей которые точно буду нарушать чтобы не происходило я никогда не соглашусь с законами государства в отношении запрета на проповедь евангелия я никогда не соглашусь с государственными постановлениями по поводу любых ограничений свободы совести я не хочу согласиться и не буду соглашаться с государством по поводу ограничений свободы слова Но я не хочу соглашаться с церковными установлениями и не буду этого делать относительно одежды, речи, оборотов словесных. Я не хочу принимать правила и не буду принимать эти правила относительно образа жизни и так далее. Я, может быть, буду соответствовать этим правилам, потому что это мои внутренние убеждения. Я сейчас говорю о церковных, но когда мне будут приказывать одеваться черный низ, белый верх и никак иначе, я обязательно одену цветную рубашку. Если мне скажут, что ты должен ходить в шортах и так хочет Бог, то я обязательно приду в шортах и вы можете меня выбросить из церкви. Потому что это я должен ограничивать собственную свободу, а не вы, дорогие господа. Мне иногда кажется, что церковные деятели устанавливают определенные законы для того, чтобы умножить беззаконие. Настолько узкие рамки праведности, что в них помещаются исключительно только те товарищи, которые эти рамки начертили. Все остальные за рамками закона. Длина перчаток. Вот я разговаривал с одним братом, который сказал, что уже регламентируют длину перчаток у невесты. Кто-то решил вообще запретить. Раньше, если вы помните, мерили юбки и так далее. Если ты не являешься человеком, который внутренне таков, то все остальное будет лицемерием. И заставлять человека одевать рубашку, когда он никогда в жизни этого не делал, это достаточно проблематично. Но я не об этом говорю. Я говорю, знаете, о чем? Я свободен нарушить те правила, которые вы устанавливаете. Я свободен нарушить те законы, которые принимает государство. И мне все равно, чем она руководствовалась, когда говорила, что вы не имеете права благовествовать об Иисусе. Я имею на это право, и Библия мне гарантирует. Более того, Христос мне приказывает идти и благовествовать. И Он не говорит, ты должен благовествовать только тогда, когда это разрешает царь. Нет. Но вот здесь наступает такой момент ответственности. Государство вправе меня за это наказать. Церковь вправе меня наказать за то, что я приступаю. Те или иные постановления человеческие, по своим человеческим мыслям, по своим человеческому образу жизни, эти люди имеют право. И когда я, будучи человеком свободным, понимаю, что я могу нарушить, и я готов с этим, ну как бы жить, я готов пользоваться этим правом, то я также должен понимать, что у них есть право меня наказывать. Сегодня многие хотят пользоваться свободой, нарушать законы, нарушать правила, но при этом не платить за это никакой цены. Мы же делаем хорошее дело. Почему я должен сидеть в тюрьме за Евангелием? Потому что в твоей стране такие законы. И твоя цена, благовестие, она достаточно высока. И если ты не готов платить цену, то зачем тебе пользоваться свободой? Итак, друзья, если вы хотите быть свободными, вы должны понимать, что свобода и ответственность за ее использование – это две стороны одной медали. Вы вправе нарушать законы, но государство вправе вас за это наказывать. И не стоит сопротивляться. И, наверное, поэтому христиане первого века без каких бы то ни было нареканий шли в тюрьмы, на каторги и на смерть.